Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 21 мая. Еще в царствовании Анны Иоанновны, 1693-1740 годы, в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточной территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах. 10-21 мая 1731 года был издан указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке, с целью охраны побережей и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями. Таким образом, корабли и суда Охотского порта явились начальным звеном в зарождении морских сил России на побережье Тихого океана, которые сыграли решающую роль в обеспечении защиты ее интересов в регионе, и впоследствии превратились в Тихоокеанский флот, прошедший в своем развитии несколько этапов, от парусного до океанского, от пушечного до ракетно-ядерного. И сегодня дата 21 мая считается в нашей стране днем образования Тихоокеанского флота. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.